Надь Тихонович, простите, что вас тревожу. Могли бы подсказать, вот сейчас еду к студентам, с ними проводить занятия. С ними никогда не встречался, то есть первый раз еду. Где-то дети, ну 15-16-17 лет, вот такие вот, как лучше построить беседу с ними? Как им о Боге рассказать, чтобы действительно в сердцах затронуть? Ну как, тут надо соединить два момента, что есть Бог и есть Слово Его, по которому надо нам жить. Я много лет преподавал в университетах, в разных, у меня не просто опыт, а громаднейший опыт. И поэтому, вы когда где-то зайдёте, посмотрите, какие надписи на стенах. Если надпись есть, вы её берите в основание и по ней начинаете объяснять, скажу, я у вас видел интересную надпись, а если ничего нету, сами скажите так, что человек рождается и умирает, это бесспорно. А какая же цель жизни у человека? Вот цель должна быть достигнута в любой момент. Или он заболел, или упал на него камень с неба, но цель должна быть достигнута в одну секунду, иначе он напрасно жил. И показать это и филиппинцам, сказать, Библия, главная книга мира. И там филиппинцам 1, 21, 1 глава, 21 стих, говорит, для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Смерть, где твоё жало, ад, где победа твоя. Со Христом нет смерти, есть только воскресенье и жизнь вечная. Вот дайте им понять, что люди потеряли. Бессмысленная жизнь, коварная, обман, разводы. Можете сказать статистику, за первые 4 года после свадьбы, в 4 года, разводов 84,6%. На тысячу свадеб, 846, первые 4 года, развод. Почему? Жена не знает своё место. А Библия говорит, жене учить не позволяю, не властвовать над мужем, но быть безмолвии. Вы говорите с властью, которую вам Бог дал, чтобы они почувствовали. У верующего не может этого быть, и даже близко нет этого. Вот начните с этого, чтобы Библия у вас была большого формата, показать. Вот что это такое. Хорошо. Вот я бы с вами пошёл, если бы рядом были. Поднять их, пожалуйста, подержите меня молитвой. Хорошо. Вот я говорил слово в Академгородке Новосибирском. Это главный научный центр страны. Одни академики, профессора. И перед ними я с Библией, букашка. Но когда я уходил, у них как будто образования, говорит, не было, между собой разговаривают. Мне кажется, я не учился ещё. Прямо открыто нужно говорить. Всё это даёт Бог. С Богом. Посмотрите, какие у нас были изобретения. Какие были поэты, писатели. Достоевского, припомню, что там есть. Некрасова. Как они самые лучшие чувства будили. А сегодня что? Какие фильмы-то? Только голыдьба. Весь интерес ниже пояса. Да разве может так человек жить? Страна исчезает. 81 тысяча населённых пунктов погублено. Тысяча сёл, которые кормят страну. Данные вам просто необходимо сказать. За время перестройки 120 миллионов абортов. Но их на самом деле больше. Миллионов. Это государство гибнет в женской богине. Захлёбывается кровью. Помоги вам, Боже. Помоги, Господь. Спасибо. Благодарю вас, Игорь Тихонович. Спасибо. Спасибо. Никогда не говорите. Говорите, спаси Христос. Спаси Христос. О! Всегда повторяйте это имя. Человек на это сразу обращает внимание. Ты что, христианин? Да. В мире население 8 миллиардов. 120 миллионов. Из них 2 миллиарда 450 миллионов, которые признают Христа за Бога. Мусульман еще нет 2 миллиарда даже. Вот и все. Считай, неверующих на земле не больше 10%. Но на них падает почти 99% всех преступлений мира. Почему жена Ленина, Крупская, они даже не знают, что она Надежда Константиновна. Она говорила об этом. 17% это национальная катастрофа. Религия это узда для масс. Она обузывает человека. Это она говорила. Вот как. Так она не будет слушать, а так ты сразу и покажешь. И она говорит о Слове Божьем. В этом все для человека. Жизнь, наполненная смыслом. Ни атомной бомбой не страшишься ты. Никаких болезней всемирных. Потому что я смертен. В Адаме все умирают. 6.23 послание к римлянам. А во Христе все оживут. А оживут. У безбожника ничего нету. Одна могила и лопух. А у верующего он с Богом. Сколько было, которые воскресали люди. Каждая неделя воскресенье. Откуда это название-то? Скажите. Кто воскрес? Зайдем на мировое кладбище. Наполеон. Здесь. Сталин. Здесь. Христос. Его нету, он воскрес. Вы так прям показывайте, чтобы дрожало все перед вами. Христос. Хорошо. Спаси, Христос. Как труба. Да. Ну, я буду молиться. Давай. Когда побудете, обязательно позвоните. А у вас нет записывать, чтобы записать? Я могу только на аудио записать. Аудио. Ну, аудио хорошо. На этом будете учиться. Сами прослушайте не один раз. Вы знаете, мы готовим к выпуску проповеди мои. Проповеди во свете Святой Библии. Примерно 6 томов будет. Каждый том примерно 1300 страниц. Вот так. Храни вас Господь. Ну, все, тогда отхожу. Спасибо. Давайте. Аллилуйя. Молодец. Аллилуйя.